Книга «Открытым оком». Тема молитва. Вопрос 66. Том 1. Скажите, когда молишься, и у тебя другой человек что-то спрашивает, допустим, что-то срочно, то можно ли прерывать молитву? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Молитва – это разговор с Богом. Рассмотрим по аналогии с земными делами. Может ли раб, слуга прервать беседу подобного раба со своим господином? В исключенном случае пожар, нашествие неприятеля. Мне непонятно слово «молишься» – частное, домашнее молитва или храмовое длительное моление, сказанное выше по канонам, относится к литургии. Наш Спаситель Христос учил заранее предпринимать меры, чтобы молитву никто не прерывал. Сам он для этого уходил в пустынные места, притом на ночь, а нам дал совет, Матвея 6-6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. И, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Когда мы разговариваем по телефону, то посторонние звуки могут сделать вообще недоступным голос собеседника. В житии святого Иоанна Златоуста повествуются о его секретаре Прокле, будущем патриархе Константинопольском. С каким благоговением и трепетом он относился к напряженному труду и молитве своего златословесного учителя. Он боялся войти к нему в кабинет, если тот был занят. Известен рассказ про верующую семью, где отец, готовец к предстоящей проповеди, уединялся и подолгу молился на коленях. Когда отец перестал творить молитву и молчал, то один из детей решил подойти к нему. Другой же, удерживая его, сказал «Подожди еще». Он молчит и слушает, что скажет Бог на его молитву. Перед молитвой нужно осмотреть, не стоит ли что-то на печи, предупредить близких людей и знакомых, не тревожить и не звонить, допустим, с девяти вечера. Это время посвящается только молитве и духовным размышлениям. А если все же в этот момент потревожит, думаю, что можно отвлечься, попросив за этого Бога прощения, а беспокоящего предупредить, чтобы этого никогда не делал. Богу нашему славу ныне и пресно и во веки веков. Аминь.